Всем огромный-огромный привет! Выступает у нас Рождественское Рождество и Новый Год. Как раз самая такая сейчас праздничная пора. Я решила выйти в эфир, поздороваться со всеми и показать вам немножко, как выглядит предрождественская пора у нас здесь в штате Юта, в городе Салтлейк-Сити. Вот такой паркинг-лад. Парковка вся, забитая машинами. Причем это, как правило, самая свободная часть парковки вокруг всего этого комплекса. Поэтому людей сейчас по магазинам ходит очень-очень-очень много. Конечно же, основное занятие, можно сказать, перед Новым Годом, перед Рождеством, это покупка подарков, хождение по магазинам. Все везде украшено, и магазины, наверное, это одно из самых интересных занятий во время при подготовке к праздникам. У нас магазин Мэйсис. Он один из таких всегда красиво наряжен. Я решила погуляться по магазинам сегодня немножко и показать вам заодно, как у нас здесь все украшено. И потом покажу вам другие моменты Рождества в штате Юта. Отдел с косметикой. Здесь вот у них сейчас, не знаю, есть или не есть, но обычно здесь вот там внутри сидит Санта Клаус, и с ним ребятишки фотографируются, делают фотографии. Это вот такая традиция. Практически во всех торговых центрах есть свой Санта Клаус, где можно маленьким детям прийти, сесть к нему на коленки и сфотографироваться. Красивые-красивые прилавки. Всякие подарки. Да, сейчас, конечно, покупают очень-очень много. Самая такая активная пора для покупок. Конечно же, распродажи. А после Нового года они будут, наверное, еще лучше. Но уже и сейчас, в общем, идут распродажи всевозможные. Можно купить много подарков по хорошим ценам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Конечно же, магазин Теджи Макс. Ну, конечно же, всяческая посуда красивая. Наверное, всевозможные конфеты, печенья. Как раз подходящие для подарков на рыжь на стомаре. Вот такие красивые кодинки. Подарочные. Игрушки, игрушки, игрушки. Красивые елки. И еще конфеты и печенья. Можно взять и купить такую елку сразу. Уже нареженную. Ну, скоро многие из них будут уже распродаваться. Потому что Рождество на носу. Это, видимо, хлопушки с конфетти. Рождество, Новый год на носу. И потом все, что не продалось, будет распродаваться. Ну, когда-то какие-то... В прошлом году было мало товаров, которые не распродались. Посмотрим, как в этом году. Какие будут распродажи после Рождества. Какая прелесть. Почти Дед Морозы, ангелочки. Декорации для дома. Декорации для дома. Надеюсь, у нас традиционные такие игрушки. Более традиционные. Щелкунчик. Дед Мороз. Санта Клаус, вернее. Смотрим, что у нас выставляется на продажу. Традиционно. Из продуктов на праздники на Рождественские. Вот такие веночки можно приобрести натуральные. Повесить на дверь. Это очень популярно здесь, в Америке. Так, вот один из таких специально для праздников выставленных дисплеев. В основном все идет. Напитки всевозможные, печенье. Безалкогольное шампанское. Какао. Сироп разводить. Всякая водичка. Сладкая, в общем. Такой. Всегда в районе праздников продается много орехов. Кстати, каштанчики продают. Можно купить каштанов. Я, правда, ни разу их не готовила. Вот так можно купить орешки. У нас всякие разные. На развес. Хлеб, чтобы сделать стаффень. Такой наполнитель в курицу или в индейку из хлебушка вкусный. Тоже в районе праздников продается обычно. Вот такие огромные куски мяса. Это как идет у нас роуст. То есть, чтобы медленно так его потушить. Это мясо запечь. И вот такое часто делается именно на крупные праздники. А также свининку также делают. Запекают. Делают хэм. Вот так вот. Такую ногу свинины можно в духовке запечь. Очень вкусно. Получается тоже на Финкскивень. День Благодарения, на Рождество. Вот именно такое мясо делают свинину. Ну и, конечно же, индейка. Куда без нее. Либо утка. Ну, тут у нас индейка. Также на День Благодарения и на Рождество. Они делают индейку. Вот идет 1,99$ сейчас за паунд. В такой индейке много паундов. Поэтому вот она такая 21$ стоит. 83 цента. Как обычно, овощи, фрукты самые стандартные в любое время года. Очень красивый магазин. Это, кстати, магазин Спраутс. Зеленый грейпфрукт. И, конечно же, всевозможные цитрусовые. Куда без них. Клементина. Клементайнс. Это мандаринчики. 98 центов за паунд в апельсинчике. Ну, кстати говоря, в мексиканском магазине очень часто бывают такие у нас. Здесь очень хорошие распродажи на фрукты. В тот раз у них было, значит, 5 фунтов за 1 доллар. Это очень-очень дешево. Можно взять клементинчики вот прям так вот. Такой вот штучки. 4,95 за паунд тоже. Вот, пожалуйста, еще один стенд. Все здесь идет у нас на праздники. Это у нас что? Греви. Это сухая подливка делать. Это вот украшать мешок. Ну что? А, снобер специй сразу для всевозможных... Выпечки. Это тоже для булочек. Ну и что? Это крэнбери соус. Соус из клюквы. Он поставлен у них как-то нехорошо. Пожалуйста, костный бульон из курицы и костей. Очень полезная штука. Всевозможные бульоны, потому что делают подливки на бульонах, как правило. Все для выпечки идет здесь сразу. Сама выпечка, какао, порошок. Всякие концентраты для бульона. Пожалуйста. Все для того, чтобы праздник устроить. Соль. Это пироги печь. Американский сразу идет с такой скорлупой, так скажем, внутри. Сахар. Мука. Вот он, стаффинг. Вот такая штука из хлеба. Тут уже готово все идет. Только высыпай, добавляй масло и пеки. Выпекай бутылку. Мешок для... А, нет, это... Ну, все, в общем, приспособления для готовки. Всевозможные. Тыква, да. Для тыквенного пирога в баночках. Всевозможные специи. Всякие добавки, сиропы, всевозможные поливки для мяса. Оливки. Кокосовое молоко. В общем, все такое, что вот на праздничный стол используется часто. Вот такие у нас здесь магазины. И магазин продуктовый спраут, с которым я часто покупаю продукты. Очень красивый, хороший такой магазин. Ну и, конечно же, Gardener Village. Интересное место, где можно погулять, посмотреть на красивые праздничные декорации. И погулять по магазинчикам. КОНЕЦ 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 Ну и, конечно же, американцы любят наряжать дома к Рождеству. Украшать огнями. И, наверное, во многих городах есть такие улицы, где соседи договариваются. И наряжают свои дома для того, чтобы всем остальным посмотреть, порадоваться. Вот сегодня уже Рождество наступило, поэтому я не знаю, все ли зажгли свои огоньки около домов. Но вот эта улица, это находится в городе Тейлорсвелл, должна быть одна из наиболее украшенных. И даже в интернете можно найти информацию, называется она Christmas Street. Рождественская улица. И вот многие соседи украшают около дома. Все в огнях. И вот я гляжу много машин, видимо, тоже люди проезжают посмотреть, приезжают посмотреть. Ой, как красиво! Вот все украшено. Как здорово! Рождественская улица. Рождественская улица. Здесь у нас Санта-Клаус с оленями. Здесь, конечно, украшено очень. Практически у каждого дома такие прям грандиозные украшения. Здесь у нас тоже Санта-Клаус. Тут украшена. Здесь утром. Здесь украшено. Здесь украшено очень. Это украшено. Санта-Клаус с оленями. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так украшают на Рождество Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот люди сами себе устраивают праздник Для себя и для других людей Ну и конечно же торговый центр City Creek С рядом располагающийся храмовой площадью Это практически обязательное для посещения В рождественскую пору место в городе Солдэк-Сити Субтитры создавал DimaTorzok Ну и вот конечно сама храмовая площадь с традиционными рождественскими огнями Которая уже проводится много-много-много лет И вот каждый год наряжается площадь И сюда стекается множество народа, чтобы посмотреть на красивые огни Декорации Традиционные библейские сюжеты На тему Рождества Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok